Всем привет! С вами передача ФСКУЛЬ ПУКЕТ и ваш персональный тренер Загадов Владимир. В Древней Греции человек, который не умел плавать, не имел права называться гражданином. Сейчас, конечно, все проще. Живя возле моря, на Пукете, кончутство просто не уметь плавать. Плавание – самый безопасный вид спорта, который практически не имеет противопоказаний. Второе – по эффективности после бега на лыжах, при котором задействованы все группы мышц. Плавание улучшает работу сердечно-сосудистой системы, отлично сжигает калории и жир, формирует потянутую фигуру. Кроме того, плавая, вы избавляетесь от стресса и даже замедляете процессы старения в организме. Танипура богата бассейнами. Здесь есть учебный бассейн, бассейн 25-метровой длины и бассейн олимпийского стандарта – 50 метров в длину и 3 метра в глубину. Сегодня предлагаю освоить плавание в центре Танипура. Вот этот олимпийский красавец, так и хочется в него нырнуть, но мы сегодня не будем плескаться. Мы поговорим о плавании как о эффективных тренировках, как о источнике здоровья, о прекрасном проведении времени. Танипура славится своими хорошими тренерами. Сегодня поговорим с одним из них. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о своем прекрасном бассейне. Наш главный бассейн – это бассейн олимпийского стандарта. В нем есть окно для подводного наблюдения за плавцами, а также система электронного хронометража и ввода судейских оценок «Доктроникс». Всем ли можно тренироваться? Да, мы тренируем пловцов всех возрастов. Самому маленькому из них всего три месяца, а самому взрослому – 72 года. Каким стилем плавания здесь можно научиться плавать? Мы тренируем пловцов во всех четырех состязательных стилях – бутерпляй, плавание на спине, брас и фристайл. Мы также помогаем триатлонистам тренироваться в плавании на открытой воде. Я профессиональный спортсмен, но плаванием не занимаюсь. С чего мне следует начать? Не проблема. Мы начнем тренировку с плавания фристайлом. Сначала мы поупражняемся в равновесии, поучимся держаться на поверхности воды и правильно дышать. А потом приступим к плаванию стилем фристайл. Ну что, потренируемся как олимпийцы? Еще несколько важных фактов о плавании. Оно действительно помогает улучшать здоровье. История известных плавцов тому примеры. Например, трехкратная олимпийская чемпионка Дон Фрезер начала заниматься плаванием после тяжелой болезни – полиомелита. Чемпионка Европы и СССР Тина Лековичули пришла в бассейн с целью исправить осанку. А шестикратный олимпийский чемпион Майк Фелпс начал плавать, чтобы победить свою болезнь. Он не мог сосредоточиться. В Японии плавание является обязательным школьным предметом. А в прошлые века в Англии в обязательство семи главных умений рыцарей входило плавание в защитных доспехах. Что я скажу по плаванию? Совсем другая нагрузка, не то, что в спортзале. Я почувствовал буквально все мышцы, по-моему, только одни уши не заработали при этом плавании. Мне тренер показал несколько видов стилей и технику их. Колоссальный труд. Рекомендую. Кроме возможных курсов плавания для людей разных возрастов, физической подготовки и с разными целями, при Танипуре есть центр обучения спасателей. Очень важное умение на Пукете. Желающие плавать, как рыба в воде, могут выбрать один из множества вариантов. От вида тренировок до интенсивности и продолжительности. Рекомендую вам. Занимайтесь спортом. С вами был Загалов Владимиров. И передача в Скульппу Кет. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok